МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Вячеслав Федоричев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими 20 лет назад в Беслане, когда во время праздничной линейки террористы захватили в заложники детей их родственников и учителей. В ходе этого теракта погибли сотни людей. Бесланская трагедия, как и многие другие теракты, в том числе в подмосковном Кроку Сити-Холле, со всей очевидностью показала, что для террористов нет ничего святого. Сегодня уровень террористических угроз по всему миру остается высоким. Каждый из нас должен осознать, что только объединившись, мы сможем противостоять терроризму. В Самаре на площади Славы прошло торжественное возложение цветов к вечному огню по случаю памятной даты. Дни окончания Второй мировой войны в 1945 году. Участие приняли областные и городские власти, депутаты, ветеранские организации и молодежь. Самарскому лицелю номер 124 присвоили имя подполковника полиции Дениса Лазутина. Он также являлся командиром оперативной роты отряда особого мобильного назначения «Смерч» на транспорте, управления Росгвардии по Самарской области, участником специальной военной операции и посмертно награжденным Орденом Мужества. Торжественная церемония прошла в День солидарности в борьбе с терроризмом. В августе телеканал «Самар Гиз» снова попал в топ-10 престижного федерального рейтинга «Нью-Медиа». Сразу по двум показателям. Первое место по коэффициенту вовлеченности подписчиков в Телеграм. Комментарии, пересылки и реакции на посты. Пятое место по суточному охвату историй в Телеграм. Рейтинг основан на анализе 50 российских телеграм-каналов СМИ с числом подписчиков от 2 до 4 тысяч. Футболиста «Крыльев Советов» Дениса Маликова вызвали в юношескую сборную Ю-17. С 1 по 9 сентября в Бройницах пройдет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого состоятся три матча. Соперниками станут «Леон Сатурн» и молодежные команды ЦСКА и «Спартака». Игры пройдут 4, 6 и 9 сентября. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Новый стандарт не регулирует дизайн, фасон, цвет и материалы формы. Главное требование ГОСТа – соответствие специальной одежды показателям безопасности и качества. Важно, чтобы школьная форма была светской и не содержала символику асоциальных молодежных объединений или противоправной пропаганды. Допускается использование отличительных знаков школы, сообщили в Роскачестве. Роскачестве.